Всем привет! Я вам не говорила, но недавно я выиграла абонемент на посещение аквариума в Дубай Моле на целый год. Без ограничения я могу ходить и его посещать. Конечно, сегодня я хочу вам показать видео, в котором я расскажу, что там находится, покажу вам аквариум и надеюсь вам понравится. Аквариум в Дубай Моле состоит из двух частей. Первая часть это туннель, подводный туннель, а вторая часть это подводный запор. И сегодня я покажу вам и первую, и вторую часть. Первая часть аквариума это туннель, а сейчас мы находимся рядом с самой большой в мире панелью аквариума. Ее видно со стороны Дубай Мола и наверняка, если вы уже здесь были, то видели, как это все выглядит. Посмотрите на саму панель, она действительно очень большая, очень огромная. С этой стороны можно рассмотреть всех рыбок, которые находятся в аквариуме, а вместимость самого аквариума 10 миллионов литров воды. Это один из самых больших океанариумов в мире. Сейчас я покажу со стороны эту панель, чтобы вы поняли, насколько она большая. Вот длина панели, и то я даже не дошла еще до конца, до ее конца. Под панелью аквариума расположен туннель, с которого можно наблюдать за 33 тысячами подводных обитателей. Смотрите на туннель, он очень длинный, 48 метров его длина. И здесь можно наблюдать за всеми рыбками, за всеми подводными жителями. А самый главный вопрос, который я вам хочу задать, посмотрите на аквариум в Дубай Моле и потом скажите мне, напишите, что вам понравилось больше, аквариум в Дубай Моле, либо аквариум в Атландисе. Очень интересно, потому что мнения людей очень отличаются по этому поводу. После того, как вы посмотрели туннель, понаблюдали за всеми рыбками, после этого можно направляться во вторую часть аквариума, который называется подводный зоопарк. Сейчас я, кстати, вам расскажу. На день отца разыгрывался розыгрыш, когда можно было провести ночь вот здесь вот в аквариуме. То есть что-то называлось ночью в аквариуме или что-то такое. То есть здесь ставили кровать, и можно было здесь провести целую ночь, поспать в окружении рыбок. Вот, к примеру, акул, которые на меня сейчас смотрят. Какие у меня зубы страшные. Посмотрели первую часть, после этого поднимаетесь по ступенечкам на самый верхний этаж и начинайте обзор подводного зоопарка. Теперь смотрите, как найти подводный зоопарк. Просто идите по следам. Здесь изображены вот такие следы зверюшек. Вот как только мы оказались на втором этаже, сразу перед нами открываются окна подводного зоопарка. Вот такие панели с аквариумом. Кстати, эти панели тоже можно увидеть совершенно бесплатно со стороны торгового комплекса. Но мы пойдем внутрь для того, чтобы увидеть, конечно же, больше. Хотела вам рассказать, что в 2014 году был выдан, издан закон, согласно которого нельзя ловить рыб на вот такой крючок. А рыбывать можно только на этот крючок. Почему? Потому что этот крючок позволяет минимизировать вред, который нанесен рыбе. И если эта рыба находится под защитой, то ее потом можно будет обратно выпустить в воду. Вот там наверху сидит макао, попугай. Если вам видно его. И кричит еще. Вон еще один, смотрю, зеленый сидит. Но они все прячутся в листиках, что их плохо даже видно. Когда мы поднимемся наверх, может быть, видно будет лучше. Водный зоопарк представляет из себя вот такой вот тропический лес. Подобие тропического леса, скажем так. Где живут рыбки, где живут птицы и некоторые животные. Сейчас, собственно, я вам все покажу более подробно. Так, а сейчас мы посмотрим на Макао. Вот они они. Девочка это вся. Здесь выигры, здесь связь. Кстати, время прихода, когда приходите, лучше приходить сюда где-то часов в 6 вечера, потому что я приходила сюда пораньше, и животные у меня были такими активными. Сейчас очень активно сюда ведут все абсолютно, и птицы, и вот выдры, и рыбы вечером наиболее активные. Так, смотрите, здесь очень много небольших вот таких аквариумов, где живут рыбы. Я, может быть, не все буду показывать, конечно, потому что если буду показывать все аквариумы, на это уйдет неимоверно много времени, но некоторые аквариумы я покажу. Поэтому не то чтобы здесь рыб мало, а просто я некоторые аквариумы пропускаю. Вот эти маленькие, казалось бы, безобидные рыбки умеют плеваться. Представляете? Поэтому везде написано, будьте осторожны, рыбки могут плеваться. С этой стороны расположено очень много черепах, они выстроились здесь в линию. Под водой тоже есть, конечно, но на воде всем черепаху. Декорации здесь красивые, смотрите, водопады, все выглядит как тропический лес, действительно, ощущая себя где-то в лесу. И совсем не кажется, что это все искусственное. Смотрите, смотрите, какая она страшная, ужасная. Она очень, наверное, старая, что ли. А вон еще одна, вон еще, смотрите, огромная черепаха спряталась. Панцирь такой у них интересный. Она действительно похожа на кого-то динозавра. Здесь лежит маленький крокодильчик. Кстати, знаете, что примечательно? Пол крокодила определяется температурой яиц, которым откладывались. То есть, если температура яиц, например, 28-30 градусов, то будет девочка. А если температура яиц 30-32 градусов, то большая вероятность, что это будет мальчик. Теперь смотрите, вот здесь вот прячутся лягушки, которые маскируются под цвет дерева. И всего с этой стороны 25 лягушек. Но я всегда всем говорю, что попробуйте найти 25. Они прячутся, их действительно сложно всех отыскать. Эти забавные рыбки плюются камнями. Сейчас, если их получится увидеть, нужно, чтобы какое-то время прошло, они вылазят с норки и плюются камнями. Смотрите, сейчас плюют. Опа! Роют норку. Ага, вот она она. Змея песчаная, гадюка. Здесь в этой части живут скорпионы, ежи, различные обитатели пустыни. На самом деле сейчас очень много людей здесь. Ага, вот они птицы, которые мы смотрели сверху, снизу. Теперь можно на них посмотреть сверху. Кстати, сегодня еще и телевидение здесь снимают, так что ни одна я делаю репортаж из-за плавина. Я не знаю, точно меня либо нет, потому что птицы кричат, мне кажется, громче, чем я. Вот здесь, вот внизу, лежит крокодил. Не один, а два. Гигантский крокодил. А здесь стеклянный пол. И мне не страшно ходить по стеклянному полу, например, на дубайской рамке. Но здесь у меня всегда дрожат колени. Я знаю, что это стекло не рухнет, но по нему реально очень страшно идти. Особенно ощущение того, что внизу лежит крокодил. Огромнейший, даже два. Есть одна интересная история по поводу этого крокодила. Когда размер крокодила уже был 2,5 метра, его выловили с дикой природы и поселили в Австралии в одном из городских прудов, озер, городских озер. И крокодил жил там долгое время, но жители города начали беспокоиться о своей безопасности, потому что в озере, в городском пруду живет хищное животное. Власти города были вынуждены забрать его с данного пруда, с данного озера и переместить куда-то в другое место. Но, но куда? В дикую природу возвращать его было нельзя, потому что он отвык от дикой природы и, возможно, он бы не смог себя защитить в тех условиях. Поэтому всю его жизнь он провел на территории зоопарка. Так он здесь и вырос. Потом с Австралии он переехал сюда, на территории Дубая и переехал вместе со своей возлюбленной. Именно ее он выбрал среди всех остальных и долгое время живет здесь, на территории Дубая. Кстати, его вес примерно 750-800 килограмм. И здесь совсем недавно появились пингвинчики, представляете? Вот они такие милые, такие они классные. Раньше их не было. Чтобы попасть к пингвинам, нужно смотреть, чтобы в билете была написана опция behind the scene. То есть вот только в этом случае вы сможете к ним попасть. Вообще, практически сейчас все билеты включают эту опцию, но они немножечко вдалеке от остальных животных, поэтому обратите внимание на то, чтобы у вас на билете было написано это behind the scene, чтобы вы смогли увидеть и пингвинчиков. Очень, все клево. Они стоят, ждут там. Дело в том, что я не знаю, что происходит там. Каждый раз, смотрите, сейчас откроются двери, девочка возьмет. Вот. Она им кушать дает, поэтому они ждут все. Я просто на них не могу насмотреться. Они сейчас еще и кричать начинают. И они вообще смешные, классные. Вот, смотрите, все люди начали плавать здесь. Смотрите, вот это вот яйца. Акула, которая называется зебра. Акула-зебра. А вот здесь вот расположен детеныш этой акулы. Смотрите, вот она. И это яйца, которые откладывают акулы, которые находятся в аквариуме юбайском. А вот здесь вот тоже яйца бамбуковой акулы. А здесь непосредственно детеныш маленький. Когда он вырастет, тогда его уже отпустят непосредственно в аквариум. Аквариум заканчивается. И мы с вами заходим в магазин сувениров. Но в магазине сувениров есть еще небольшие аквариумы, где живут мурины и другие рыбки. Их тоже не забудьте посмотреть. Ну, у меня на сегодня все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok